Ребята, там полтора километра пешком впереди. Нет, я вам должна это показать. Мы чуть не умерли. Это было страшно. Это было реально страшно. Ребята, сегодня суперстрессовое утро, потому что мы не смогли забронировать Антилобе каньон, потому что ближайшая бронь была на июле, а заранее не посмотрела. Я же не думала, что такое бешенство просто. Не было даже мест на фотографии тур, который 200 долларов на человека за два часа. Как так просто? Когда мы ездим по каньонам, народу нет практически нигде. Мы везде так одни гуляем. Но эта экскурсия занята на месяц вперед. Я просто обалдела, честно говоря. И я не знаю, что сказать, потому что мы кое-как нашли другой каньон, который называется не Upper Antilope Canyon, а X Antilope Canyon. И как раз в него мы сейчас едем и жутко опаздываем, потому что, а-ля, когда мы узнали про экскурсию, она была через 20 минут. Мы тут такие виды проезжаем. У меня даже нет времени порадоваться, потому что мы жутко опаздываем. Я переживаю опоздать на экскурсию. Жизнь блогера. Фотографы в прямом эфире. Нам сейчас нужно идти в поход. Пешком много и долго. Я буду идти в кроссовках и в белом платье в пол для того, чтобы сделать вам красивые фотографии в красивых местах. И с собой мы несем рюкзак с другой обувью. Я не знаю, как я это сделаю, но мне нужно вот так идти в поход. Я в полном обмундировании. В платье, в пол и в кедах. Вы посмотрите, где мы. Вот это офис. Тут Федерико оплачивает 130 баксов за нашу фотоэкскурсию. И, видимо, вот на этой машинке, на этой развалюшке мы поедем в каньон. Вокруг пустыня, песок, жара плюс 45 и каньоны. А, наверное, мы на этой машине все-таки поедем. Там весь бездорожье. Да, класс. Он похож на котика. На сладкого котика. Котик, котик. Особенно в этих очках и с волосами на ветру. Прям котик по море. Жестокое сафари посередине пустыни. Я тут выведала информацию, почему на этот тур мы смогли взять билеты, а на другой не смогли. Который то ли upper, то ли lower antilope. Этот каньон открыт уже 30 лет и он более известный. Особенно с бумом интернета и инстаграма, со всеми фотографиями, которые там были сделаны. Он стал супер востребованным среди широкой публики, скажем так, и весь мир про него узнал. Но с тем временем, как он стал таким известным, начали открывать для публики новые места. И, ну, не то чтобы новые каньоны, но те, которые были раньше закрыты. И каньон, в который мы едем, он открыт всего один год для публики. Поэтому он еще не такой заполоненный людьми. Надеюсь, что там так же красиво, как и в других antilope. Поэтому у меня волосы во рту везде. Посмотрим, если там вдруг так же здорово, то от меня вам будет хороший совет, куда поехать без огромной толпы народу. Это круто. В платье, в пол, по песку, просто по колено в рыжем песке. Просто анрил какой-то. Вы посмотрите, какие виды. Вот те щели в земле, в скалах, это и есть те самые каньоны, в которые мы будем спускаться. Обалдеть. Как я хочу скорее уже вниз. Вот сюда мы сейчас будем спускаться. Ребят, посмотрите, как красиво. Просто обалдеть можно. Посмотрите, куда мы заходим. Как красиво. Это просто что-то нереальное. Поехали. 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 Это наверное самое зрелищное, что я не буду с вами сходить. Так и бывает. Продолжение следует... 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 Вторая часть каньона немножко слишком сильно в свете, в свету, поэтому, ребята, имейте в виду, лучше бронировать раньше тур не в 11, как мы, а пораньше. Вообще в идеальном рассвете я даже не представляю, какая здесь красота будет на рассвете. Продолжение следует... 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 Мы от них ушли далеко-далеко, чтобы у нас была своя точка. Это, блин, нереально переедать масштаб. Просто это так огромно, что захватывает дух. По моей прическе вы должны понять, что произошло. Нет, ладно, я вам расскажу. Мы чуть не умерли. Это было страшно. Это было реально страшно. Я вам показала, когда центральную точку, там, где все люди, мы-то решили, что мы круче, мы найдем свою точку, откуда мы будем смотреть на каньон. И только потом мы поняли, почему никто не отходит от центральной точки. Мы ушли далеко-далеко направо, залезли на другие скалы, делали там классные фотографии. И в одну секунду начался такой ветер, начался а-ля пустынная буря, песчаная буря. И это было так страшно. Здесь песок не мелкий, а крупный, как камешки. И он поднялся высоко-высоко, то есть выше головы, огромные вот эти облака. Блин, я забываю куда-то ударение ставить. Все. Я, во-первых, так устала от этого ветра. Ладно, сейчас расскажу. Поднялся этот ветер с песком, буря песчаная. И она нас окутала, и окутала так, что не было видно вообще, куда идти. И мы практически сошли вниз со скалы, но не сошли вовремя. Поняли, то есть смогли открыть глаза, посмотреть под ноги и пойти в другом направлении. Песок бил так, по ногам, по спине, по лицу, по всему. Так, что ощущение было, что себя скрабят жестоким кофейным скрабом. Очень больно. То есть я, у меня сзади все обожженное, все расцарапанное, все тело. Так страшно. Я не знаю, я просто, я вопила. Было безумно страшно. Я думала, мы оттуда не выберемся и не дойдем уже никогда на центральную точку, назад к нормальным людям. Но мы выбрались, мы все в песке, у меня в голове, в ушах, в носу. Везде, где вы можете себе представить, у меня килограмма песка. И мне дышать было нечем. Во рту пересохло так, что просто губы были сухие, как сахара. Слава богу, у нас была вода с собой в рюкзаке, мы смогли попить. Но мы так устали за эти пять минут бури, что как будто мы целую жизнь пережили. Если вы когда-нибудь пойдете на эту точку, которую я раньше озвучила, я даже уже забыла, как она называется. То не отходите от центральной туристической зоны, где стоят все туристы, по центру смотрят на поворот Колорадо. Не уходите оттуда ни налево, ни направо. Потому что там через скалы продувают какие-то сумасшедшие ветра, которые поднимают весь песок. И это очень страшно. И это было бы совсем нелепо. Так просто нелепо умереть, упав с горы в песчаную бурю в Колорадо. Поэтому аккуратнее, ребята. Не понравилось нам на точке Антилопы, мы уехали. Мы поехали в Монумент Вали. И у меня солнце в глаз. Поэтому я пока же с вами прощаюсь. Я пока посплю. И через часик где-то я буду везти, нам где-то часа два с половиной туда ехать. Сейчас поролит Федерик, а потом я, потому что мы оба очень уставшие после той самой бури. Это гора, если мне Федерик сказал, что если он не ошибается, она называется Лежачий Человек. Вон там лицо, это грудь. Ну, видимо, вот он лежит. Вот мы въехали в парк в Монумент Вали. И посмотрите, как красиво. Уровень киношности просто зашкалил. Нам немножко не повезло. Впереди туман. И вся Монумент Вали, она немножко в тумане. Всей красоты ее не видно. Видно так, знаете, кусочками. Тут немножко, там немножко. Где-то посветлее, где-то потемнее. Конечно, было бы здорово, если бы был такой яркий закат. Было бы видно все кусочки этих монументов. Вот я вам сейчас приближу немножко. Видите, через туман они бельеются. Ну, это как бы максимум, насколько нам видно в Монумент Вали. Жалко, конечно, но что поделать. Мы набегались на дороге между машинами. У нас было примерно 10 секунд на фотографию. 10 секунд это и есть таймер на то, чтобы поставить штатив в середину дороги, настроить кадр, нажать на кнопку, мне добежать до Федерико, сесть в позу, успеть сфотографироваться, убежать, схватить штатив и добежать до машины. В общем, мы повеселились на славу и сделали самую крутейшую фотографию с первого кадра. Он только что делал смешное лицо, но на камеру никогда. Сейчас мы прям максимально близко. Так красиво. Музыка. 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 У нас снова красивый пастельный закат. Не такой яркий, конечно, как в прошлый раз. В прошлый раз это было что-то из ряда вон. А сейчас такой пастельненький закат. Немного в тумане горы, но цвета все равно очень красивые. Я только что сделала еще одно фото мечты. На крыше машины с видом на каньон. Боже мой, как это было круто. Я где-нибудь спущу по экрану обязательно эту фотографию, потому что это было так запоминающееся. Мы подъехали к следующей видовой точке. Мы все же сюда успели. Думали, что не успеем. Это шляпа мексиканца, по-моему, называется. Это гора такая, торчащая посреди пустыни, которая похожа на сидячего мексиканца в шляпе. И мы ловим последние секундочки заката. И очень все, конечно, красиво. Если бы еще чуть-чуть не было тумана, ну ладно. У нас будут свои цвета у монументуалей. Мы находимся в городочке, который называется Мексиканская шляпа. Я только что это вычитала у себя на телефоне. Мексикан Хэт. Мы зашли в какой-то местный бар. Я удивляюсь, как у меня до сих пор почти живой макияж. Точнее, не то что бар, это ресторан. И мы закатали. Я взяла какой-то кофейный шейк, безумно вкусный. Знаете, по типу холодного кофе со льдом и с молоком. И сверху, если туда насыпать кофе с колотым льдом, мелко колотым. И немножко какао. Прям оно не сладкое, но жутко вкусное. Мне нравится. Еще заказали тако какой-то местный с хлебом во фритюре. Должно быть вкусно. Принесу, покажу. Амора. Можно было взять одно блюдо на двоих. Сто процентов. Боже мой, как это съесть? Amore, mai visto. Как это съесть? Я не знаю даже, с чего приступиться. Чтобы вы поняли, вот размер телефона и размер блюда. Вы понимаете, да? Размерность. Обалдеть. Очень вкусно. Там внутри мясное чили с бобами, чеддер сыр, много-много салата, помидорки и снова чеддер сыр. И все это в хлебе во фритюре, который сделан как большая чашка. Мы едем в полной темноте. Примерно мы проехали два с половиной часа уже этой ночью. Так как нам, если вы помните, нужно вернуться в Вегас за дроном и за наличкой, которую мы там оставили. Соответственно, мы делаем огромный крюк назад. И нам нужно вернуться сегодня в городок Бейдж. То есть это где-то два с половиной-три часа от места, в котором мы были, от Monument Valley. Мы пока ехали, мы видели столько животных. К нам выбегали маленькие зайчики, были лисички, тут кого только не было. И мы ехали, и внезапно, примерно между колесами, увидели вот такое маленькое какое-то создание с ушками. Подумали, что это маленький зайчик. И развернулись, чтобы его убрать с дороги, потому что он сидел и никуда не убегал. Он между колесами у нас просто проехал. Ну как, он остался, а мы проехали над ним буквально. Но испугались очень сильно. Мы развернулись, и когда мы вернулись назад, он все еще был там. Это был вот такой крошечный маленький зайка. И мы его сдвинули с дороги, немножко, ну, сшубнули с дороги, чтобы его никто не задамил. Вот, такие мы животно... 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 животно люби... Animal lovers, короче. Я не знаю, как это сказать по-русски, мне не приходит в голову. Нам осталось километров 30. Мы приедем в городок Бейдж, и мы там будем ночевать, собственно, где мы ночевали прошлую ночь. И завтра нас ждут следующие 5 часов дороги до Вегаса. Я думаю, что переночуем мы в Вегасе, и послезавтра, рано-рано утром, дорога из Вегаса до Лос-Анджелеса. Нужно забрать все вещи, которые мы оставили у друзей в Лос-Анджелесе, всю мою технику фотографическую, и все, и мы улетаем.